Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Он довольно объёмный, поэтому я не буду его засчитывать. Вот, он действительно очень большой. Значит, в чём суть? Суть в том, что автор вопроса встречается с парнем на протяжении 6 лет. У них есть конфликты, у них есть проблемы, у них есть разногласия. За этот большой срок скрылись некоторые особенности его и её, с которыми, судя по всему, мириться они не готовы. У автора вопроса на протяжении времени, что они в отношениях, появилось несколько парней на стороне. Измений не было, ну, просто была симпатия, любовь, увлечённость была. Вот, и, соответственно, автор вопроса понимает, что не хочет, с одной стороны, быть со своим парнем, потому что её тянет к другому. Вот, но, с другой стороны, как бы, без него она не может, да, он ей нужен, придётся в привычку и так далее. Смотрите, я думаю, что первое, что вам нужно увидеть, это то, что вы очень, очень и очень невнимательны к себе. Когда вы описываете своё состояние, состояние, например, скуки, когда вы описываете, что вам, ну, допустим, там, скучно без него, без своего парня, которым вы встречаете 6 лет. Это вопрос больше про то, что вы пытаетесь загнать себя в определённые рамки. И, на мой взгляд, вот, всё ваше, всё ваше поведение, это поведение человека, который пытается загнать себя в рамки. И, на мой взгляд, вот, эта рамочность вашего поведения, она является ключевой, пожалуй, проблемой. Чем больше вы себя ограничиваете, чем больше вы пытаетесь поступить правильно, чем больше вы думаете, оцениваете себя и, там, грубо говоря, свои действия, тем больше вы становитесь несвободными, тем больше у вас накапливается каких-то нереализованных чувств, которые выливаются в спорадическую симпатию к другим парням. Все естественно, потому что вы испытываете сложности в том, чтобы чувствовать себя женщиной. Так же, когда происходит такая, например, ситуация, что вам, допустим, что-то не нравится, да, когда вы считаете, ну, вот, как бы, что какое-то действие является для вас неприемлемым, вот, вы с этим ничего особо не делаете. То есть, вы к этому просто адаптируетесь, но, как бы, на свое отношение вы здесь внимания не обращаете на свое отношение именно к, ну, вот, тому, что вам не нравится. Вы говорите, что у вас первые, как бы, отношения, что и вы первые у мужчины, и мужчина у вас тоже первые, и, конечно, это влияет, но то, что человек у вас первые, то, что вы для человека первые, не означает того, что вы с этим человеком должны быть вместе, вот. Напротив, с этим человеком вы получаете опыт, я бы сказал, опыт гендерного поведения. То есть, вы учитесь быть женщиной, и вы понимаете, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, то есть, какой мужчина вам, ну, условно говоря, подходит, да, вот. И ситуация здесь заключается в том, что вы меняетесь. И, на мой взгляд, вы изменились. Обратите внимание на то, что вы ждете, что, вот, ваш молодой человек изменится. Вот, вы ждете, вы надеетесь, что он изменится, а он не меняется. И он не изменится, потому что, ну, он, в общем и целом, такой, как он есть, это совершенно нормально, а вы не удовлетворены. Еще один важный момент заключается в том, что вы привыкли все делать сами. То есть, вы говорите о том, что вот я сама себе там все покупаю, там, сама за себя плачу и так далее. Естественно, в этом ничего плохого нет, в том, что вы делаете все сами. Но это взращивает, ну, в какой-то степени, да, это взращивает, именно взращивает в вас. Определенный такой, я бы сказал, культ силы. Из чего получается следующее, что, несмотря на то он, что мужчина вас не устраивает, вам нравится, что человек, как бы, ну, от вас зависит. Вам нравится, что человек, вот он, как бы, ну, занимает такую позицию ведомого больше. А когда мужчина занимает позицию ведущего, вам вроде бы это не нравится, но в то же время вас это, вот, ну, в какой-то степени пугает. Скорее всего, вызывает некую такую тревогу, на мой взгляд, по крайней мере. То есть, ну, понятное дело, что я в этом, вот, до конца не уверен, да, но, вот, есть основания, как бы, полагать, что, что что-то такое, вот, ну, присутствует. И, что еще важно, на что еще важно, да, обратите внимание, то, что какие-то свои действия, какие-то свои решения, поступки, вы оспариваете. То есть, вы, как бы, вы, как бы, и, ну, за них, как бы, стыдитесь, вот. Это тоже очень важный момент, что вы не принимаете каких-то своих собственных действий, каких-то своих собственных решений и, как следствие, каких-то своих, каких-то своих желаний. Вы не принимаете. Вот. Это тоже довольно, довольно, довольно сильно вас подавляет. В целом, вы создаете впечатление такого человека, достаточно скованного, который, как бы, вот, ждет, что ситуация какая-то позволит ему сделать то, что он хочет. В этом смысле довольно символично выглядит тот факт, что, там, например, ваша мама говорит про мужчину, что он манипулирует. Может быть, но и вы тоже занимаетесь, занимаетесь манипуляцией. Манипуляция, по большому счету, необходимость в манипуляции, появляется всякий раз, когда я не могу прямо выразить или сказать о своих чувствах. Вот. Поэтому я думаю, что вам, вам необходимо учиться, как бы, слышать себя, да? Вот. Разобраться в своих приоритетах, в своих ценностях, в своих предпочтениях. Вот. Признать их, несмотря на то, что это, может быть, не соответствует тому привычному образу, образу, который, ну, который, вот, вы привыкли, да, в себе как-то, ну, как-то видеть. Вот. И, исходя из этого, уже отталкиваться в дальнейшей модели поведения. Вот. Поэтому мне кажется, что вы не знаете, как вам поступить только потому, что внутри вас есть личностный конфликт. Какой это личностный конфликт? На мой взгляд, это личностный конфликт связан именно с тем, что вы боитесь остаться одна. То есть вы боитесь отказаться от своего мышины именно потому, что вы боитесь остаться одна. Страх одиночества, страх одиночества, он связан с такой, я бы сказал, обесценивающей тенденцией, то есть это обесценивающая тенденция по отношению к себе. То есть в глубине души как-то вы себя обесцениваете. Причем, что вы, ну, ведете себя достаточно, вот, как бы, заботливо, вот, но все равно есть вот эта вот обесценивающая тенденция, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд. Это присутствует. Вот. Следующий важный момент. Это то, что вы, вот, ссоритесь с, ну, с человеком, как бы, да? То есть вот то, что вы ссоритесь, ругаетесь. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на то, что при конфликтах, при ссорах вы, как будто бы, опять же, не замечаете свои ощущения с одной стороны, а с другой стороны, при конфликтах и ссорах вы, как будто бы, вот, не говорите о том, например, чего вам хочется, чего вам хочется. А ведь это все очень, эээ, важный момент, как, как, как мне кажется. Потому что если вы не замечаете того, чего вы хотите, то ссоры, ссоры будут. Вот. В той или иной степени я бы сказал, что это вопрос, конечно, и личный границ. Потому что вы говорите о том, что вы, там, не хотите или боитесь сделать больно. Кстати, не хочу и боюсь сделать больно, это тоже вопрос про страх одиночества. Вот. Ну и ваши слезы и, вот, его слезы, это, конечно, манипуляция. Психолог позволит вам прожить расставание наиболее, ээ, легким образом. Вот. Или поможет вам гармонизировать отношения с молодым человеком, если вы этого хотите. Вот. Либо подведет, подведет вас к тому, что ничего, как бы, перспективного с ним у вас в отношениях быть, ну, не будет. Вот. Вот вы пишите, я понимаю, что надо ростать, но не знаю, каково, мне тяжело и больно, я привыкла к нему, мне одиноко без него. И это ваша личная проблема. Это вопрос ваших, ваших, ваших личных конфликтов и страхов. Их нужно решать. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работать над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Треста, все, гонки по моему ответу.